привет на моем канале всегда был или юмор или путешествие или мои музыкальные зарисовки но многие мои друзья задают мне сейчас вопрос по по теме как стать трак драйвером потому что сейчас это является моей работой и поэтому я решил записать видео чтобы сразу ответить на некоторые вопросы и не возвращаться к этому не повторяться как стать трак драйвером первое что нам нужно это нам нужно получить permit то есть чтобы пойти учиться в школу на водителя грузовика сначала нужно получить permit permit мы получаем в dmv то есть department of motor vehicle чтобы мне сдавать этот экзамен что мне нужно мне нужен легальный статус то есть у человека должен быть social security number employment authorization то есть разрешение на работу если например вы подпадали на политическое убежище то у вас есть social security у вас есть employment authorization если у вас уже есть green card или citizenship то есть карта постоянного резидента сша или уже гражданство то никаких проблем с этим не будет но достаточно даже если вы подали на политическое убежище и у вас есть разрешение на работу и номер social security необходимый для работы этого уже будет достаточно чтобы пойти выучиться на водителя грузовика затем вам нужно пойти в какое-то медицинское учреждение получить медицинскую справку для водителя то есть medical exam certificate который необходим который выдает множество здесь у нас множество русскоязычных контор многие врачи этим занимаются это вы можете погуглить посмотреть какие у вас есть медицинские отделения недалеко стоит эта справка я не знаю где как то есть я платил за нее 90 долларов 90 долларов и в течение там не знаю 20 минут ожидания и медицинский осмотр беглый и эта справка будет ваша эта справка выдается на два года то есть каждые два года водитель должен этот экземп снова проходить и снова эти данные обновлять предоставлять диме затем значит когда все это у вас есть у вас также должен быть ваш драйвер-лайсенс обычный на легковую машину то есть драйвер-лайсенс класс c легковая машина здесь по-другому не как в россии то есть класс c это легковая класс b это грузовая машина без прицепа класс a то есть то на что мы учимся то есть дальнобойщики ездят на класс a это combination vehicle то есть грузовой автомобиль с прицепом у вас должны быть драйвер-лайсенс класс c обычный который действителен не менее полугода вперед на момент того как вы пришли сдавать на permit то есть если у вас драйвер-лайсенс уже заканчивается вам нужно сначала поменять свой обычный драйвер-лайсенс то есть должно быть для этого тоже основание там если у вас например work authorization заканчивается у вас еще нет green card это вам нужно будет сначала новый work authorization чтобы вам поменяли снова продлили драйвер-лайсенс и на момент того как вы пришли в дмв сдавать экзамен на Ваш драйвер-лайсенс должен быть действителен не менее чем на полгода вперед. Затем, когда у вас все документы в порядке, вам нужно подготовиться к экзамену на пермит. Подготовиться можно на сайтах и DMV Permit Preparation, там есть по годам, там 2016, 2017, 2018. Если кому-то интересно, я все это найду, все эти ссылки могу дать. Также пишите, можете скинуть свою электронную почту, я вам скину все материалы, по которым я готовился к экзамену. То есть есть материалы, есть материалы на русском языке. У нас в Филадельфии можно сдавать на пермит на компьютерах на русском языке. То есть это большой плюс, почему люди из разных мест приезжают и как бы сдают здесь, потому что многим английский еще дается пока тяжело, но многие уже могут сдать. И, конечно, это будет тяжело путешествовать по Америке, все равно со всеми нужно будет общаться на английском. То есть я рекомендую сдавать на английском, но люди работают и без него. Это тяжелее, могут, может быть, работают вдвоем с кем-то, работают в тиме. То есть ездят вдвоем, кто-то знает английский, помогает, кто-то не знает, просто едет. Когда вы готовитесь на пермит, у вас пермит, экзамен на пермит, то есть это простой экзамен на компьютере. Тесты состоят из трех частей. Первая часть это General Questions, то есть общие вопросы. Вторая часть это Combination Vehicles, то есть автомобиль с прицепом, то есть комбинированный. И третья часть теста это Airbrake Test. Грузовые автомобили снабжены воздушными тормозами. Вам нужно знать и разбираться в Airbrakes, в воздушных тормозах. То есть тормозная система устроена по-другому, чем на легковых автомобилях. Лучше все выучить по частям и по маленьким частям сдавать, чем стараться сдать все сразу. То есть в принципе в один день вы можете сдать, не знаю, General Questions, а во второй день Combination Vehicles и Airbrake Tests. То есть количество вопросов я сейчас не помню, но на сайтах можно подготовиться, тесты попроходить. Когда вы тесты все проходите успешно, чтобы не тратить время лишний раз, тогда вы уже когда готовы, едете в DMV и сдаете эти тесты. Когда вы сдали успешно эти тесты, вы получаете пермит, то есть разрешение на то, чтобы учиться дальше. С пермитом вы уже идете в школу. В школу, в которой я учился, я вам могу подсказать, то есть задавайте вопросы там или я размещу какую-то ссылку. То есть я могу подсказать, где я учился. Школа русскоязычная. То есть в принципе те, кто, ну а американцы там учатся, различные как бы люди из абсолютно разных стран мира. Но в основном как бы на русском языке там не составляет проблемы учиться. То есть когда вы идете в школу, у вас должен быть на руках пермит. Дальше, значит стоимость обучения в школе, там есть два вида. Или вы учитесь на автоматической коробке, или вы учитесь на механике. На механике учиться дольше, поэтому на механике стоит дороже. Если вы учитесь на коробке автомат, обучение в школе, где учился я, стоит 2000 долларов. Если вы учитесь на механике, обучение стоит 2500 долларов. Потому что на своем опыте могу рассказать. Я учился на механике, я выбрал как бы уже, чтобы знать сразу побольше. Поэтому я учился долго, почти месяц, потому что давалось мне это сложно. Плюс я работал, то есть я имел возможность приезжать в школу только по вечерам. Но парни, которые хотят побыстрее и быстрее начать зарабатывать деньги, учатся на автомате. И я могу сказать, что в этой школе, где я учился, были такие люди, которые за 7 дней проходили это обучение. Ну, когда у вас есть пермит, там дается какой-то промежуток времени, после которого только вы можете идти на экзамен. То есть вы обязаны минимум какой-то, я не помню сейчас сколько, 10 дней или 14 дней, должны обучаться в школе. Только потом вы можете идти на экзамен. Когда вы начинаете учиться, не обязательно сразу иметь всю сумму. То есть вы можете, например, растянуть это на месяц, если вы где-то работаете, постепенно выплачивать. То есть когда вы оформляете документы в школе, вы должны внести там определенную сумму какого-то залога, 500 долларов обычно, например. И остальное вы будете выплачивать, уже должны будете выплатить перед тем, как пойдете на экзамен. Вот, подготовка в школе также состоит из нескольких частей. Сначала вы должны пройти опять же теорию, то есть Pre-Trip Inspection, техническая инспекция, которую должен пройти автомобиль перед тем, как вы выходите в рейс. Pre-Trip Inspection, то есть инспекция перед началом трипа. Школа выдает книжечку, по этой книжечке вы учите эту инспекцию, то есть рассказываете полностью про автомобиль. Внешний вид двигатель, колеса, подвеска, тормоза, система сцепления самого трактора с трейлером, дальше инспекция трейлера, также инспекция передние колеса, ведущие колеса, колеса трейлера. Эту инспекцию вы должны рассказывать на английском. Вот почему я вам все равно советую учиться на английском языке. После того, как вы успешно начинаете сдавать преподавателю теории какие-то части, то есть начинаете уже рассказывать теорию, всю эту техническую часть, тогда вас допускают уже к тренировке паркинга. Тренировка на паркинге, там опять состоит из трех частей, то есть вы должны уметь парковаться назад, прямая парковка, то есть чтобы у вас трейлер не уходил, должны уметь подруливать. Дальше идет параллельный паркинг, то есть должны уметь перестроиться вправо-влево на параллельную полосу, когда сдаете назад. И паркинг под 90 градусов, то есть заезд назад с углом 90 градусов. То есть сначала постепенно, также вы преподавателю, который с вами занимается на парковке, вы сдаете сначала прямую парковку, потом параллельную, потом 90 градусов, и уже когда вы сдаете параллельную, например, успешно начинаете заниматься, дальше уже вы можете тренировать выезд в город. То есть также преподаватель по выезду в город поедет с вами, еще с каким-нибудь студентом, то есть втроем вы поедете в город, сначала вы поедете только на самом траке, то есть на бобтейле, без прицепа, без трейлера. Сначала вы едете, просто попробуете покататься по городу, ощутить габариты, ощутить, как эта машина управляется. Затем уже будет выезд с трейлером, то есть это уже чуть-чуть потяжелее, но постепенно вот так, несколько выездов, некоторые люди как бы три раза выехали в город и уже могут идти на экзамен. То есть тоже все зависит, на какой коробке вы учитесь. Кто-то ездил всю жизнь в России на механической коробке, ему это без проблем дается. Мне, я не буду вам врать, мне давалось тяжело, я выбрал механическую, для меня это было тяжело. Я в России, конечно, на Жигулях седьмой модели около двух лет отъездил, но все равно, то есть здесь по-другому, двойной выжим сцепления, необходимо делать обязательно двойной выжим. Когда вы уже будете на дороге, то это не нужно делать, но для экзамена обязательно вы должны два раза, то есть выжали сцепление, переткнули на нейтральную, нажали сцепление второй раз, воткнули передачу. То есть идет двойной выжим сцепления, который необходим для сдачи экзамена, но который не является необходимым потом при езде. То есть потом при езде, когда только вы будете трогаться, тогда вам нужно нажимать сцепление. Потом между передачами уже с третьей на четвертую, на пятую, там вам уже сцепление выжимать не нужно будет. Но тоже есть свои особенности, то есть ко всему нужно привыкнуть. У меня это заняло много времени, поэтому месяц провел в школе, потому что я учился на механике. И сейчас езжу на автомате, как бы живу и радуюсь. Ну, у всех разная точка зрения на это, просто все это опыт. То есть все дается с опытом, боится механики тот, у кого нет опыта на ней, я понимаю это. То есть все это ремесло, всему этому можно научиться. Вот так вы учитесь, сначала сдаете теорию, потом тренируете паркинги, привыкаете парковаться, потом вы езжаете в город, потом вы можете, например, какое-то время выбрать съездить, посмотреть, как студенты сдают на каких-то уже площадках, вместе съездить с преподавателем, со студентами, которые уже идут на экзамен. И затем вы идете на экзамен. Преподаватель едет с вами, трак от школы едет туда же, то есть в принципе вы будете ездить на экзамене на траке, на котором вам уже привычно ездить. И сдаете экзамен, многие сдают, почти все сдают с первого раза. Если не сдали с первого раза, то дальше вас записывают на следующий и на следующий, то есть вы будете сдавать, пока не сдадите. Один минус в этом в том, что за каждый экзамен вам придется платить. Вот такие советы. Задавайте вопросы, я думаю вопросов может быть много, постараюсь обо всем рассказать. В нашей школе, где я учился, была куча парней из Чикаго, из Нью-Йорка, из Нью-Джерси, и наших местных из Филадельфии. Как бы люди из разных мест приезжают, потому что в хорошей школе хорошо учиться. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok